Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сомарская область впервые собрала на одной площадке представителей всех 15 научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в России по поручению президента страны Владимира Путина. Представители научно-образовательных центров со всей страны в течение трех дней будут прорабатывать вопросы дальнейшего развития НОЦ до 2030 года. К участию также приглашены представители федеральных и региональных органов власти, научных школ и организаций, крупных госкорпораций и промышленных предприятий. В открытии масштабного семинара совещания приняли участие губернатора региона Дмитрий Азаров, заместители министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский и Ольга Петрова. Губернатор акцентировал внимание на главной задаче перенастроить работу центров под экономические вызовы, с которыми столкнулись регион и вся страна в целом. В этом смысле, по мнению руководителя области, необходимо вновь внимательно проанализировать конкретные механизмы и формы поддержки, которые в том числе позволят создать действенную схему привлечения внебюджетных средств. Напомним, часть таких предложений от НОЦ «Инженерия будущего» были сформированы и озвучены главой Самарского региона на заседании Госсовета по развитию науки и высшего образования под председательством президента страны Владимира Путина. Торжественная линейка, школьный капустник и долгожданный последний звонок. В этом году обучение в общеобразовательных учреждениях завершат 4546 11-классников. Работа с молодежью является одним из приоритетов для губернатора Дмитрия Азарова. Особое внимание уделяется подготовке перспективных кадров. По инициативе главы региона выпускникам школ, которые поступают в учебные заведения на территории области, предоставляются специальные выплаты. Большое внимание уделяется реализации молодежных проектов. Подготовку к главному празднику для школьников сегодня обсудили на еженедельном совещании в городской администрации, которое провел первый вице-мэр Владимир Василенко. Кроме того, затронули темы ремонта учебных заведений и организации физкультурно-массовых мероприятий в период летнего сезона. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Они ждали этого дня целый год, активно к нему готовились, доставали из архива фотографии, на которых нынешние выпускники еще первоклашки. 23 мая последние звонки прозвучат для 4546 одиннадцатиклассников. Более 10 тысяч школьников окончат девятые классы. Праздничные мероприятия пройдут в 140 общеобразовательных учреждениях города в очном формате. Линейки проведут в актовых залах учебных заведений и на пришкольных территориях. На торжественных мероприятиях запланирована трансляция видеоролика «Последний звонок 23» в рамках всероссийской акции «Марафон побед. Спасибо, учитель». Это объединяющая акция для всех школ. Последние звонки в школу города посетят губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты городской и губернской думы, а также представители администрации города и сотрудники внутригородских районов. В день проведения последних звонков в общеобразовательных учреждениях и в местах проведения массовых мероприятий будут усилены меры безопасности. Скверы, которые есть у нас, давайте мы в этом вопросе проверить их готовность. Придут люди, все же знаковое событие. Последний звонок для всех, все мы проходили, это остается в памяти. Торжественное вручение аттестатов у нас впервые тоже одним днем определено в этом году. Как правило, это будет 24 июня для учащихся 11 классов. Обсудили на совещании в мэрии и вопрос начала ремонтов в общеобразовательных учреждениях в период летних каникул. Исходя из плана в этом году, планируют капитально или частично отремонтировать 29 учебных заведений. Специалисты проведут ремонт кровли, спортивных залов, обновят ограждения и асфальтовое покрытие. Отдельно в некоторых школах будут проведены работы по ремонту кабинетов, входных групп, корпусов и пищеблоков. В настоящее время средства до образовательных учреждений доведены, формируются документы для проведения торгов. Кроме того, бюджету городского округа Самары из областного бюджета предусмотрены субсидии. Затронули на совещании в мэрии и тему подготовки к летнему спортивному сезону 2023. В этом году жителей и гостей города ждет насыщенная и разнообразная программа. На площади Куйбышева разместят мини-футбольное поле с искусственной травой, площадки для стритбола, игры в городки, кроссфит, вагончик, столы для настольного тенниса и скейт-парк. На территории пляжа от полевого спуска до Кенапа также планируется расширение объектов спортивной инфраструктуры. Дополнительно к уже существующим локациям здесь появится боксерский ринг, зона для занятий единоборствами, поля для игры в регби, волейбол и теннис. Кроме того, в июне во всех районах города состоятся этапы футбольного турнира «Лето с футбольным мячом». А с июня по август запланировано проведение физкультурно-спортивной акции «Самара в движении». Дополнительно в этом году у нас в календаре появляется мероприятие соревнований городского круга «Самара высший класс», мероприятие, которое в прошлом году проходило на площади Куйбышева. Это уже этап городского и областного соревнования, когда родители детей состязают с праздничным видом спорта. Это баскетбол, а точнее стритбол, это футбол, и мама выступает в дисциплине через спорт. 12 июня на территории второй и четвертой очередей набережной состоится Самарский легкоатлетический фестиваль «Королевы спорта». Его особенностью станет «Самарская миля» – забег на полтора километра. В этот же день пройдут игры ГТО. С 26 по 30 июля жители и гости города встретят фестиваль «Самара Open Commons Fest» по пляжным волейболу, футболу, баскетболу, теннису и регби. Обширную программу представят и в день физкультурника – 12 августа. В Самаре будет организована разнообразная спортивная и концертно-развлекательная программа с участием воспитанников детско-юношеских спортивных школ города. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самаре с размахом прошла акция «Ночь музеев». В этом году работали более 60 площадок. Во время акции в одном из творческих кластеров открыли помещение для молодежного совета. Ранее он был создан при правительстве региона. Организация объединяет активных, творческих и инициативных молодых людей, которые помогают развивать город. В открытии площадки участвовала глава Самары Елена Лапушкина. Помещение выделили при содействии в том числе властей муниципалитета. Затем делегация осмотрела экспозиции «Дома-77». Стала участником праздника в сквере Рязаново и заглянула на одну из главных площадок «Ночи музеев» – «Струковский сад». Обо всем подробнее в нашем материале. Самарский молодежный совет для региона – явление новое. Подобные объединения до этого действовали в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Но теперь и в родной Самаре организация обрела свой дом. Площадку открыли во время празднования «Ночи музеев». Здесь совет сможет качественнее выстраивать партнерские отношения с другими городами. С открытием нового пространства ребят поздравила глава города Елена Лапушкина. Она посетила творческий кластер на Ленинградской 77, где и появилась площадка. Теперь творческой активной молодежи будет еще приятнее трудиться на благо города. Первые проекты уже работают. Можно привести в пример такие проекты, как «Альянс молодым гуманитариев», «Завтрак с лидером». Наша задача – это сохранить устойчивые связи молодежи с их родным регионом. Следующей локацией, которую посетила глава города, стал музей Эльдара Рязанова. Здесь, в одноименном сквере, отметили двойной праздник. Пять лет исполнилось музею знаменитого режиссера и молодежному театру «Мастерская». Для самарцев и гостей приготовили мастер-классы, кинопоказ, а также грандиозное представление спектакль, который подготовили к юбилею 10 лет на двоих. Артисты исполняли песни из фильмов Эльдара Рязанова и играли музыкальные номера из спектаклей театра-студии «Мастерская». День рождения, как и положено, начался с задувания свечей на торте. Мы давно дружим с театром «Мастерская». Это уже не первый наш совместный проект. И поэтому, когда в этом году встал вопрос, как формировать программу, мы поговорили с нашими коллегами и придумали отпраздновать в ночь музеев наши два большие события совместно. Одной из главных площадок ночи музеев в этом году стал Струковский сад. Здесь на аллее прошел атмосферный кинопоказ картины «Похи немого кино». Интересные факты о которых рассказал историк и ведущий научный сотрудник ВГИКа Сергей Каптерев. Под аккомпанемент композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Вячеслава Шевердина. А на главной концертной площадке сада выступил московский коллектив «Вива». Участники рассказали настоящие музыкальные истории о любви, родине и людях, живущих в России. Финишировал концерт хитом «Великолепная страна». Мне кажется, что именно и в этом есть патриотизм, когда наше сердце наполнено любовью. Когда мы любим природу, друзей, родственников, родителей, профессиональных людей, приходя, начиная от магазина до производства, от врачей до военных, которые жизнь свою посвящают своему делу. А это все содержимое благосостояния нашей страны. И это очень важно. Ближе к полуночи на летнюю сцену Струковского вышли знаменитые басы. Михаил Казаков и солист Большого театра «Атар Кунчулия». Красивые низкие голоса исполнили известные композиции середины и конца прошлого века. Концертную программу посвятили Федору Шаляпину. В Самаре продолжаются работы по ремонту дорог местного значения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Последний масштабный ремонт улицы Коммунистической был в 2014 году. И теперь в рамках нацпроекта здесь вновь проводятся работы по замене асфальтового полотна и инженерных коммуникаций. На месте побывала наша съемочная группа. Ремонт дорожного полотна на улице Коммунистической от Московского шоссе до улицы Маяковского, а это более 1,6 км, начался еще на старте дорожно-строительного сезона. На перекрестке с улицей Клинической литой асфальтобетонной смесью нового поколения выполнялось обновление трамвайного межпутья, чтобы покрытие выдерживало высокие нагрузки, возникающие в том числе от вибраций при движении трамваев. Сейчас подрядчик трудится на всем протяжении Коммунистической, захватками, не перекрывая движение полностью. Частично от Московского шоссе до Владимирской выполнено фрезерование дорожного полотна. Идет работа на инженерных коммуникациях, дождеприемников и смотровых колодцах. Дорожный объект преображается благодаря средствам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В данный момент мы производим замену дорожных плит, это ПП-1940 и ПД-6, с заменами дождеприемников и люков. Люки ставим сейчас с запорным механизмом. У них есть прорезиновое основание, идет сама крышка, соприкасается с обечайкой через резиновую прокладочку. И также она стягивается болтом с гайкой. Все работы находятся на контроле не только специалистов подрядной организации МБУ «Дорожное хозяйство», но и общественников. Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ, приехавший на место выполнения работ, рассказывает, что проблема кражи дорожных люков стоит остро. Еще один вопрос связан с тем, что жителей, особенно по ночам, беспокоит грохот при проезде автомобилистов через люки. Новые технологии, по которым сделаны современные люки, которые устанавливают на средства нацпроекта, это шаг к решению этой проблемы. В рамках безопасных качественных дорог на наших дорожных магистралях устанавливаются новые, по сути дела, инновационные люки, которые, во-первых, не украдешь, и, во-вторых, резиновая прокладочка, она не позволяет при вибрации издавать вот эти звуки. И это в наличии на наших дорогах. Антивандальные и бесшумные люки в Самаре в этом году устанавливают на всех участках, где производится ремонт дорожного полотна по нацпроекту. Специалисты пояснили, что непосредственно на монтаж люка уходит порядка 30-40 минут. В зависимости от объема работ, сопряженных с заменой дорожных плит, в одной локации рабочие могут трудиться и более двух часов. А дорожные плиты способствуют распределению нагрузки на люк смотрового колодца, минимизируя его просадку, что в итоге позволяет выдерживать более высокую эксплуатационную нагрузку. Учитывая, что замена плит в районе смотровых и дождеприемных колодцев на улице Коммунистической выполнялась в 2014 году, когда осуществлялся комплексный ремонт объекта, включение этого вида работ в план текущего года является необходимым. После выставления люков на проектные высотные отметки, на улице Коммунистической уложат асфальтобетонное покрытие из высокопрочной смеси. Работы на этом участке планируют завершить 4 июня. После выполнения всех работ, по установке люков, где мы работаем в дождеприемных колодцах, основание будет очищено от пыли и грязи, будет разлита битомный вяжущий, и после уже уложена асфальтобетонная смесь «ЧМА-16». Вопросы, связанные с улучшением транспортной инфраструктуры, являются приоритетными для губернатора Дмитрия Зарова и находятся на его контроле. По итогам 2022 года Самарская область снова признана регионным лидером в реализации дорожного нацпроекта. В этом году в губернии запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью более 233 километров, в том числе 17 мостов. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Самара обновит 42 объекта. Проезжие части дорог ремонтируются по всей ширине. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Всего в голосовании участвуют 20 общественных пространств областного центра. На одну из них выезжала съемочная группа событий. Вам сувенирки за ваши голоса. Спасибо. На автобусной остановке пассажиров встречают волонтеры. Каждому, кто проголосовал за благоустройство сквера на Хлебной площади, вручают подарок. Такой магнитик получила и жительница Самарского района Галина Майорова. У меня из окна вид прямо на этот сквер. И он все время такой был аккуратный, красивый. А сейчас неухоженный. Мне очень хотелось бы, чтобы там что-то было. Какие-то площадки, скамейки, может быть, детская площадка, что-то еще. Так что я очень рада, если на следующий хотя бы год этот скверик у нас благоустроит. За благоустройство сквера на Хлебной площади уже проголосовали порядка 13 тысяч человек. Это не только жители Самарского района, но и прихожане церкви, которые находятся рядом. На территории сквера планируется установить лавочки, построить детские площадки, проложить пешеходные дорожки. Она большая по площади. И очень хочется сделать ее с участием федеральных средств, а не только за счет района, либо города. Ну и она у нас теперь находится на въезде от Фруненского моста. Если это раньше был, так скажем, такой край района, то сейчас это довольно-таки проездное место. И очень хочется, чтобы весь район был красивым. Мы находимся с вами в историческом поселении. И для города, для жителей не только Самарского района, но и всей Самары, очень важно, чтобы вот такие вот центры притяжения были чистыми, комфортными, отреконструированными. И радовали глаз не только жителей города Самары, но и гостей города. Какой будет Самара, в том числе и сквер на Хлебной площади, решают сами жители. Каждый может сделать шаг навстречу благоустроенной среде вокруг себя и поучаствовать в оформлении родного города. Голосование проходит на платформе 63.городсреда.ру. В нем участвуют 20 общественных пространств Самары. Чтобы отдать свой голос, достаточно пройти авторизацию через госуслуги. Голосование продлится до 31 мая. Не оставайтесь в стороне. Если сквер на Хлебной площади войдет в число победителей, его благоустроят в следующем году. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Состояние Волги влияет на благополучие и здоровье миллионов людей. Масштабная федеральная акция «Марафон рек» прошла на волжских берегах всего региона. В Самаре волонтеры и сотрудники предприятия очищали от мусора пляж загородного парка. Подробности в нашем сюжете. Уже в преддверии старта «Марафона рек» волонтеры и сотрудники самарских предприятий очищали берега реки Самары в районе Кировского моста, берег Татьянки в Куйбышевском районе, берег Волги, озера и пруды, расположенные в городе. Администрация Самары организует такие акции и поддерживает активистов в их стремлении освободить речные берега от мусора. Впереди летний сезон, и отдых жителей должен протекать с комфортом и в чистоте, в том числе и за Волгой. Мы очень рады, что сегодня у нас собралось столько неравнодушных жителей, которые понимают, что экологическое состояние, сохранение наших природных ресурсов, это является значимой составляющей нашей повседневной жизни. На этот раз масштабная акция была организована в загородном парке при содействии правительства Самарской области, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и с оказанием содействия со стороны городской администрации. Перед началом очистки прибрежной зоны под загородным парком состоялось торжественное открытие мероприятия, посвященного марафону рек и Дню Волги, с фотозоной, мастер-классами и эко-квестами. Затем активисты, которые объединились в волонтерские команды, в общей сложности несколько сотен человек, приступили к уборке мусора, двигались в две стороны – к спуску Советской армии и к третьей просеке. Основная ее цель все-таки не набрать как можно большее количество мусора, а, во-первых, вовлечь население в экологическую повестку, которая является одной из наиболее актуальных в нашей стране, потому что ее основная цель – создать комфортные условия для проживания граждан. И участвуя в этой акции, не столько важен вклад, сколько ты именно отходов соберешь, а важно то, что, поучаствовав в такой акции, ни один из участников акции больше не оставит за собой мусор, находясь на природе. Экологическую акцию поддержали и спортсмены – серебряные призеры Олимпийских игр в Токио, фехтовальщики на рапирах Антона Кирилл Бородачева и трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ксения Полякова. Мы с удовольствием принимаем участие в активных мероприятиях нашего города, и сегодня мы здесь, чтобы провести зарядку для участников этого мероприятия. Для поощрения самых активных участников акции предусмотрели конкурсную программу с начислением баллов и вручением призов. За первое командное место – водная прогулка на Сапах вдоль Волги, за второе – сумки-холодильники, за третье место – экологичные сумки-шоперы, которые могут использоваться в повседневной жизни. Помимо этого, акции прошли на Самарской набережной, в районе пляжа, где вода уже сошла, а также в локации, где сок впадает в Волгу, в Красноглинском районе. Помогали в проведении эко-акции представители районной администрации. Всего за уборку было собрано 60 мешков мусора. Это около тонны. Сегодня же этот мусор будет вывезен Департаментом городского хозяйства и экологии и утилизирован на полигоне. В Управлении охраны окружающей среды профильного городского департамента заверяют, что на утилизации используют полигоны, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов. Убирают и Волжские острова. По муниципальному контракту там также ведется работа по уборке территории и установке контейнерных площадок на летний сезон. И волонтеры, и просто отдыхающие приглашаются к участию в будущих эко-акциях в рекреационных зонах. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События. Сотрудники компании «Т-Плюс» приняли участие во всероссийской акции «День Волги». Они убирали берега реки в четырех городах региона – Самаре, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске. За процессом на пляже в поселке Гранный наблюдала наша съемочная группа. Сотрудник компании «Т-Плюс» и отец четверых детей Евгений Елисеев делится. Часто проводят с семьей выходные на пляже в Гранном или неподалеку на косе. Весь мусор после отдыха Елисеева вывозят в город. Чего не скажешь о некоторых других отдыхающих. В результате в конце сезона берег превращается в свалку. Поэтому Евгений с энтузиазмом принял участие в уборке прибрежной полосы, организованной компанией «Т-Плюс». Мы хотим сохранить эту природу, которая нам была дарована, в чистоте, в опрядности. И чтобы наши дети, наши внуки могли пользоваться этими дарами природы, отдыхать, получать удовольствие, здоровье от этой природы. Сотрудница Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Мария Батарина приезжает на берег Волги даже вечерами после работы вместе с любимой собакой по кличке Пират. Не говоря уже о выходных. Говорит, в начале купального сезона особенно важно привести берег в порядок, чтобы мусор не попал в реку. Это наше залюбленное место нашего города. То есть мы все сюда приедем отдыхать. То есть Грана – это наш пляж. То есть когда нам сказали, что нужно убираться, мы, естественно, согласились и только вот приехали, вот убираемся. В целом День Волги прошел в 12 городах Т-Плюс, расположенных на берегах Великой реки. Акция является частью ЕСГ-повестки энергокомпании, предусматривающей бережные отношения к экологии. Виктория Шарой, Константин Головин, События. Самарские гимнастки впервые стали мастерами спорта. Наша сборная завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на Кубок олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой в групповых упражнениях. Сегодня юные спортсменки прибыли на родную землю. В аэропорту их встретили родители, а также наша съемочная группа. Громкие аплодисменты, цветы и искренние поздравления. Сборная Самарской области завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на Кубок олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой в групповых упражнениях. Они проходили в Нижегородской области с 19 по 21 мая. Гимнастки стали мастерами спорта. Мы мастера! Спасибо тренера! Быть капитаном непросто, рассказывает Екатерина Резник. Это большая ответственность. Нужно уметь вести за собой команду. В этом деле помогают определенные качества характера. Естественно, наверное, все-таки героизм такой. Потому что я, как капитан команды, вынуждена была собирать ее. То есть я готовила команду, настраивала. Это, на самом деле, почетно было. И я очень рада, что у нас все получилось. А вот Виктория Смирнова пока еще не осознала, на какой уровень теперь вышла ее команда. Однако юная спортсменка уверена, это придет со временем. С 12 лет идешь к этой цели, но пока еще не осознаешь, что ты мастер спорта. Но в скором времени, естественно, придет осознание. Но пока я как бы еще... Ну, что-то есть, но что-то нет. Вот. Но я очень рада, конечно, да. В соревнованиях принимали участие 60 команд, которые допущены к программам мастер спорта. Очень масштабное соревнование, очень приятно было выступать. Мы довольны на 100% результатом. У нас два серебра, одна бронза. Девочки справились с волнением и показали, на что они способны. Выступили достойно. Защищали хорошо честь Самарской области. Ну и результат оказался вот таким хорошим. Спортсменки уверены, эта победа – общая заслуга. Без поддержки родных, друзей и опытных наставников ничего бы не получилось. Мы вас любим! Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин